Друзья, привет! Сегодня я пытаюсь, чтобы мои коллеги не влезли вот сюда. В общем, сегодня я для вас снимаю влог. Я сейчас на работе. У меня была очень бурная неделя. Я всегда говорю, у меня была бурная неделя. У меня был очень бурный день, у меня было мероприятие с утра. Сейчас я еще... В общем, бурный день. И сейчас конец рабочего дня. И я отправляюсь в клинику, она называется Тори. И мне там сделают какую-то процедуру. Там я встретилась с косметологом. Она посмотрит мою кожу и подберет какую-то процедуру для меня, которая должна будет как-то помочь всему этому. Вот. И я решила, что я возьму вас с собой, покажу вам, как это все пройдет. Потому что в целом, особенно если у вас проблемная кожа или возрастная, ничто не заменит косметолога. Потому что это самое эффективное и действенное, что вы можете сделать своей кожей. Так что мы посмотрим, что мне рекомендует врач. Я вам расскажу про эту процедуру, как она проходит, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Друзья, привет! Я уже в кабинете. С меня смыли макияж. Вот она моя кожа во всей красе. Я сегодня весь день ела одну пиццу, и она видна, да? Вот. В общем, мы сейчас будем делать салициловый пилинг. Да, мы будем делать салициловый пилинг вместе с плазмотерапией для того, чтобы сверху немного подшелушить кожу и антибактериальным эффектом заглушить воспаление. А также мы будем делать плазмотерапию для того, чтобы кожу подстимулировать иммунитет изнутри. И в результате у нас будет такой комплексный уход для того, чтобы воспаления быстрее прошли, и мы могли сделать классическую чистку, почистить поры и убрать роговевший слой. Вот так. Насколько я понимаю, это будет делаться из моей крови? Да, это будет делаться из крови Елены. Затем мы, после того, как мы возьмем всего лишь 10 мл крови, в центрифуге отцентрифугируем и разделим кровь на красную часть, где будут эритроциты, лейкоциты, разные клетки. И на плазму, которая будет богата тромбоцитами, в которой как раз есть факторы роста и стимуляторы своего иммунитета. И затем мы точечно непосредственно введем в кожу именно плазму, то есть такую прозрачную-прозрачную желтую жидкость. И она в течение суток нам будет снимать воспаление. Звучит увлекательно. Поехали! Так, это у нас кристаллы салициловой кислоты. Да. Ну, кристаллы салициловой кислоты таким образом. Они-то нам и будут помогать. Вот она моя плазма. Да. Желтенькая, да? Да. А внизу это эритроциты и другие клеточки. И вот в этой плазме непосредственно и содержатся все нам нужные клетки тромбоциты, которые будут нам лечить вашу кожу, восстанавливать. Ух, сейчас мы все это нанесем на лицо. Да. Итак, мы вкололи плазму вот на мое лицо теперь. Оно через несколько дней начнет немножко шелушиться. Вот. И после этого оно должно стать чище. Чище, да. Должны пройти высыпания, уменьшится воспаление. И в результате мы получим эффект такой более ровного рельефа лица и более светлого. Это будет первым этапом для того, чтобы мы потом приступили непосредственно к очищению более глубокому, к чистке. Но это будет единоразовая процедура. В дальнейшем мы расскажем про наш вообще протокол, как мы будем вести, что мы будем кушать, что мы будем пить, съесть. Никакой больше пиццы для меня. Никакой больше газировочки. Да, да, вот расстраиваются за этим следить. Оказывается, вредно есть перченое. Просто мое сердце разрывается. Вот. В общем, сильно придется поменять все. Но главное, чтобы моя омерзительная кожа после этого стала лучше. Сейчас, после этих чисток, я сеньор помидор просто. Друзья, привет. Сейчас среда утра. То есть у нас прошло две недели с тех пор, как я делала процедуру. И я хотела вам показать результат. Вот, как моя кожа выглядит сейчас. У меня остались красные пятнышки от тех прыщиков, которые были. Но они все равно намного менее заметные, чем были до этого. В целом, я бы сказала, что общий тонус кожи повысился. Сейчас утро, поэтому я такая немножко, типа, я только что проснулась. Рельеф кожи также стал ровнее. Ну и прыщики, конечно, стали значительно меньше. Я думаю, что я сейчас соберусь, немножко накрашусь. И расскажу вам, как прошла эта неделя. Как моя кожа реагировала на процедуру в течение этих семи дней. Итак, друзья, еще раз привет. Я привела себя в порядок. Теперь я готова вам рассказать. Итак, мои процедуры. Я их делала во вторник вечером. И сейчас я вам расскажу, как моя кожа реагировала. Просто если вы будете делать подобные процедуры, чтобы вы были готовы. На следующий день, в среду с утра, и врач меня об этом предупреждала. У меня немножко опухло лицо. Это из-за плазмы. То есть я просто вот такой немножко. Вот. Но это нормально. Также у меня оставались небольшие точки от уколов. У меня всегда остаются небольшие точки от уколов. Я раньше делала мизотерапию, и они оставались всегда. Поэтому это нормально. В четверг, то есть на второй день, у меня начала шелушиться кожа. Вот в основном вот здесь. Поэтому я бы сказала, что если вы будете делать пилинг, то делайте... Ну, если вы будете делать пилинг, и вы работаете в офисе, то я бы сказала, делайте его в четверг, чтобы за выходные у вас все это шелушение прошло. У меня шелушилось четверг, пятница, вот буквально там совсем чуть-чуть, практически незаметно. К выходным уже кожа была в полном порядке. Также мне врач сказала, что можно сделать пилинг-скатку через несколько дней после того, как вот будет шелушение. Поэтому в субботу вечером, то есть в конце четвертого дня, я сделала пилинг-скатку. И после этого моя кожа была такая гладкая и ровная, и классная, и просто супер. Вот. То есть у меня прыщики прошли не сразу. То есть в течение недели они все остановились меньше, меньше, меньше и меньше. И сейчас остались, вот как вы видели, практически только вот эти красные точки. Поэтому прыщи стали меньше, мои ужасные. Тонус кожи улучшился, что я вижу, и это прямо вау, здорово. Также косметолог мне дала очень много советов, которые я пытаюсь выполнять. Во-первых, она, когда смывала мою хершин, такая, силиконовая база, плотный итальянный крем, что еще? Я такая, да, конечно, у меня проблемная кожа, и поэтому, как вы знаете, друзья, я наношу очень плотную базу. Сначала я наношу силиконовую базу, практически каждый день я ей пользуюсь, чтобы выровнять тон кожи. Потом я наношу матирующий, очень плотный тональный крем, чтобы замазать все, собственно, прыщики, и чтобы тон кожи был ровный. И опять же, она мне нужна матовая, чтобы как можно дольше лицо оставалось матовым. Дальше я наношу рассыпчатую пудру, и дальше фиксирующий спрей. И когда я ей сказала, она просто такая, вы делаете все, чтобы кожа не дышала. Я такая, вот, оказалось, что силиконовая база, я знала, что она, ну, вроде как забивает поры, все такое. Врач мне сказала, что она образует, ну, как бы пленку на лице, создавая парниковый эффект. То есть в тот момент, когда кожа должна отдавать влагу и, по сути, дышать, она этого не делает, потому что она полностью, ну, в этой пленке. И поэтому это вредно. Я говорю, то есть на самом деле BB-крема, они, ну, как-то разно, делают разницу. Такая, да, 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 да. Вот, и мы все договорились, что я буду использовать BB-CC-крема, и если это на леде средства, то более легкого покрытия. Поэтому всю эту неделю, друзья, мне было так тяжело, у меня была настоящая ломка. То есть я использовала CC-BB-крема, и у них, естественно, не такое плотное покрытие, как я привыкла, а прыщики все еще были, и я просто... Мне было так тяжело. Ну, вот сейчас прошла неделя, и я, в принципе, я привыкла вот к такому покрытию. Оно вполне нормально для меня. Также я перешла на обычную пудру, такую очень-очень легкую. Я вам могу, кстати, снять отдельное видео, где я покажу, как я сейчас крашусь, я вам покажу, какие средства я сейчас использую, если вам интересно. Вот, также я пересмотрела свой рацион. Я неделю не ем мучное, ну, вот как бы спагетти, который я ем, практически, каждый день, и белый хлеб, который я ем, ну, через день тоже очень часто. Также я отказалась от шоколада, потому что, также, еще мне врач сказала отказаться от молочки, что я была очень удивлена, но я от нее отказалась практически полностью. То есть я за эту неделю выпила, возможно, там, два капучино, а для меня основной источник молока – это, собственно, капучино, который я пью. Вот, я перешла на черный кофе. Также я сократила употребление кофе. Я практически каждый день пью только одну чашку кофе. Вот, может быть, за все это время я, там, два или три раза выпила вторую чашку кофе, потому что также кофе выводит жидкость, и это не очень хорошо для моей кожи. И еще, что мне сказала врач, что нужно выпивать два или два с небольшим литра именно чистой воды, потому что я выпиваю воду или чай, и думаю, что чай считается. Она такая, нет, только чистая вода, поэтому я себе, ну, у меня есть приложение, где я считаю, сколько я пью воды, и я тогда вношу только чистую воду теперь, которую я пью, и я стараюсь пить два литра чистой воды в день. Опять же, это очень полезно. То есть, врач мне сказала, что мы вот сейчас добьемся эффекта некоторого очищения, и его поддерживать нужно будет именно благодаря питанию. И вы знаете меня, я люблю пожрать гадкую еду, фастфуд, и макароны, и газировку, и сладкое. Вот, и в общем, она сказала, что нужно как-то пересмотреть свой рацион, если я хочу, чтобы мое лицо было в нормальном состоянии, и это тяжело. Но, друзья, я стараюсь. То есть, эта неделя прошла, и я поняла, что, в принципе, я могу жить вот без всего того, к чему я так привыкла. Без огромного количества сладкого, там, я перешла на всякие варендицы и медики, и все такое. Ну, то есть, иногда я ем сладкое, но не вот там полплитки шоколада, как я привыкла. Вот, так что, вот мой результат. Я думаю, что результат, который я вижу сейчас, это результат именно процедуры, но я пересмотрела свой образ жизни и питания для того, чтобы этот эффект продолжать. В общем, мои впечатления очень положительные. Мне очень понравилась в этой клинике, врач просто потрясающая. И мы с ней обменялись телефонами, она на связи вот со мной постоянно. Я ей задаю вопросы, она мне отвечает, я просто такая, что бы я вообще без тебя делала. Я надеюсь, что вам было интересно, потому что я знаю, что многие из вас хейтят меня за мою кожу, но у многих из вас такая же кожа, как у меня, и мы с вами обмениваемся опытом. Поэтому я рада с вами поделиться таким опытом, который я сейчас приобрела. Друзья, спасибо вам большое за просмотр, я надеюсь, что вам было интересно. Если да, то ставьте палец вверх. Я кину контакты студии Тори в описании к видео. В общем, ребята из Тори Клиник, спасибо большое, что вы меня позвали. Было здорово, моя кожа стала другой и лучше. Вот, вам, друзья, дорогие, спасибо большое за просмотр. Хорошего дня, прекрасного настроения и скоро увидимся. Пока-пока.